Дегазете, Турция Турция приедет на открытие соборной мечети в Крыму. Эльбер Восфисель Дегазете, Турция 22 июня 2019 года На днях произошли события, которые сформировали новую повестку дня в турецких и российских СМИ. Депутат партии Справедливости и развития Турции от Стамбула, член турецкой группы парламентской ассамблеи тюркоязычных страны СМИ Тучма, СМИ Тучма, сделал заявление для известной российской газеты «Известия». Тучма отметил, что если поступит приглашение на церемонию открытия соборной мечети в Крыму, запланированную на апрель 2020 года, делегация от Великого национального собрания Турции примет его. А другой депутат Остюрк Елмас, Остюрк Елмас, подчеркнул, что будет рад войти в состав делегации. Он добавил, что в нее также могут быть включены представители бизнеса, заинтересованные в том, чтобы инвестировать в Крыму. После заявлений Ючма и Елмаса российские СМИ поинтересовались мнением многих турецких экспертов. Доктор Мехамед Перенчик, Мимед Перенчик, сотрудник Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, отметил, что у сторон есть общие интересы в крымском вопросе. Турции пришло время признать Крым российской территорией, считает Перенчик. Если Турция признает нынешний статус Крыма, то получит серьезные экономические преимущества на полуострове. Россия сейчас занимается восстановлением Крыма. Турки тоже смогут инвестировать. Аполитолог Ингенозер, который многие годы изучает регион, высказал мнение, что в крымском вопросе можно применить абхазскую формулу. Озер напомнил, что Абхазию, чью независимость Турция официально не признает, посещали депутаты как от правящей партии, так и от оппозиционных сил. У граждан Турции нет никаких проблем с посещением Крыма, продолжил он. Тем более что у Турции имеются исторические связи с полуостровом. Миллионы крымских татар живут в Турции, и у этих людей есть тесные связи с Крымом. Украина здесь ничего сделать не может. Еще одно заявление прозвучало от председателя общества Анатолийской интеллигенции, Анатолу Айдмула Рачак, профессора Ибрагима Астека, Ибрайм Астек. По его словам, приглашение Эрдогана от Путина даст положительные результаты. Астек продолжил. Строительство мечети в Симферополе необходимо рассматривать как эпохальное событие с точки зрения турецко-российских отношений, а также тюрко-исламского мира в целом. Желание восстановить прерванные связи с Крымом. Приглашение на открытие соборной мечети в Крыму, озвученное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в адрес президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, заявление Великого национального собрания Турции и отклики на них. Все это показывает, что Турция желает в скором времени восстановить прерванные связи с Крымом. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.